Неделя «Детей дождя» подошла к концу. Время встретиться еще раз со всеми участниками фестиваля и подвести итоги. Всего четыре дня. Так мало времени и так много нужно рассказать о проблеме аутизма и показать. Выставка фоторабот быть особенным и масштабный флешмоб. 3000 зданий более чем в 600 городах мира были подсвечены синим цветом аутизма. Впервые в этом году к акции присоединилась Иванова. Это так здорово, что мы почувствовали тот комфортный формат, на котором мы можем общаться и не опираться на какое-то чужое мнение. Какие эти дети? Хорошие, плохие? Удобно с ними, неудобно? Понимаем мы их, не понимаем? Мы общаемся и каждый для себя формирует свое мнение. И мы очень рады, что такой контакт живой, открытый состоялся. Вы знаете, сегодня прочитала очень интересную фразу. Если ты хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти долго, идите вместе. Вот это, наверное, не то что концепция, а идея. Идти вместе, вместе рука об руку. Долго, долго, продуктивно. Собственно, это квинтэссенция фестиваля. Его главная цель – показать, что особенные люди особенно нуждаются в общении, но при этом не требуют чрезмерного и специфического к себе отношения. Закрытие фестиваля, как и в прошлом году, очень неформальное. И скорее дружеское, несмотря на обилие гостей. Здесь царит атмосфера открытости, коммуникации. Помимо общения, детям с особенностями, так же, как и всем, нужна любовь. Без нее никак. Если именно с этим чувством мы подходим к работе с ребенком, преодолеваются маленькие и большие трудности. Складывается дуэт. А что это такое дуэт? Ты нужен мне, а я тебе. Идет доверие, идет восстановление, идет развитие. И в итоге получается красота. Красота – это то, что мы выпускаем из наших ручек. Это поделки. С помощью этих поделок мы налаживаем наши отношения, мы какие-то приобретаем навыки. Нарисовать картину, сделать из лоскутков себе игрушку или бусы – в одной из творческих мастерских может любой желающий. Здесь особенные дети на равных с остальными. Вместе поют, танцуют, читают стихи, творят. А главное – общаются со своими сверстниками, чего в реальной жизни детям дождя так не хватает. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.